Хоккейная коробка во дворе и ежедневные тренировки в кругу друзей таких же любителей хоккея. Так начинались истории многих легендарных спортсменов. Не исключение и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. В те времена хоккей был первый вид спорта в Советском Союзе, поэтому все хотели быть Харламовыми, Михайловыми, Петровыми. Ну и естественно, большая мечта, много работы и так вот и появился хоккей. Для юных спортсменов мастер-класс «Легенд хоккея» Валерия Каменского и Алексея Морозова – уверенный шаг в большое спортивное будущее. Аплодисменты нашим юным звездам хоккея! Скрестный шаг, змейка и упражнения с клюшкой перед тренировочным матчем – отработка техники катания. Считанные минуты и юные хоккеисты почувствовали себя более уверенно рядом с чемпионами. А значит, можно переходить к игре. И хотя команда Алексея Морозова сразу начала атаковать, к ожидаемому результату это не привело. Первую шайбу, впрочем, как и вторую, забили хоккеисты Каменского. И, похоже, это не на шутку раззадорило морозовцев. Автор одной из шайб Михаил Одиноков уже три года занимается этим видом спорта. Мне давали хорошие пассыли. Все хорошее было. По два игра закончилась в ничью. Как ты думаешь, почему? Ну, потому что не оборонялись. Больше атаковали? Да. Игра между командами Алексея Морозова и Валерия Каменского закончилась счетом 2-2. Юные спортсмены уверены, сыгранности не хватило. А их легендарные коллеги говорят, ошибки в спорте – не редкость. Работать им еще много придется. А ошибки в хоккее всегда бывают. Главное – желание и любовь в хоккее. А ошибки все исправятся. Надо все-таки, когда в хоккей выходишь играть, на тренировки, надо одеваться. Шлем, то есть ребята вышли без шлемов, а это очень травмоопасно. Победила дружба, а значит новые клюшки заслужили все участники матча. Кроме того, Андрей Иванов – капитан команды «Армада», которой только предстояло выйти на лед, вручил местному хоккейному клубу «Снежинка» машину для заточки коньков. Противостояние команды главы района и горковских спортсменов – событие долгожданное в мире Одинцовского хоккея. Торжественно вбросить шайбу доверили олимпийской чемпионке Ларисе Лазутиной. «Армада» и «Снежинка» – сильнейшие команды Одинцовского района и давние соперники. То, что на поле будет горячо, стало понятно с первых секунд матча. Счет на пятой минуте первого периода открыли хозяева. Гости перешли в нападение, но результат получили только 10 минут спустя. Счет 1-1 на табло продержался недолго, уже через минуту. Шайбу забил номер 11 «Армады» Андрей Иванов. На первый перерыв команды ушли со счетом 4-2 в пользу гостей. Игра напряженная, тяжелая. Команда «Снежинка» усилилась по сравнению с прошлым годом. В прошлом году мы обыграли их со счетом 7-2. Сейчас я смотрю, они явно готовились, усилили, переиграли состав, усилились. И пока все очень напряженно и непредсказуемо. Во втором периоде напряжение только усилилось. Поговорка «Дома и стены помогают» на этот раз потеряла свою актуальность. Фортуна оказалась на стороне «Армады». Нужно как бы стараться, стремиться, но команда «Армады» – это достаточно скоростная команда, достаточно сыгранная. И я даже скажу, что выше классом, чем команда «Снежинка». Потому что ребята все отлично катаются, хорошо владеют клюшкой, владеют шайбой. Но нам, конечно, тяжеловато. К третьему периоду «Снежинка» и «Армада» подошли со счетом 5-2 в пользу гостей. Болельщики требовали шайб, хоккеисты «Армады» и не думали уступать. Собраться хозяевам поля стало еще тяжелее. На табло 4-9 команда главы Одинцовского района «Армада» ведет до окончания матча еще около пяти минут. А недавно вышедший на экранный фильм «Движение вверх» доказал – чудо может случиться и за три секунды до окончания матча. Но чудо на этот раз не произошло. Товарищеский матч закончился счетом 11-5 в пользу команды «Армада». Игра была сложная, но красивая, зрелищная. Хоккеисты Одинцовского района и проигравшие, и победившие в очередной раз собственным примером доказали, что заниматься спортом всегда в моде. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.